Ну ты сначала ты подожди, потому что у меня там идет маленький промежуток, что мы там у нас зерно привезли туда-сюда. А потом я, ну ты хочешь тоже можешь как бы встревать, как бы в это? Я просто скажу, что я там тоже есть. Здравствуйте, дорогие друзья, также зрители нашего канала. Отлично сказал. Остальные не зрители, да? Здравствуйте, дорогие друзья, а также гости нашего канала. Вы на канале Экофермы Семьи Поповых и с вами, как обычно, я Алексей. Сегодня у нас маленький необычный формат видеозаписи будет, потому что за кадром у нас находится Екатерина. В кои-то веки она соизволила присутствовать и будет давать пояснительный комментарий. Это видеоролик ждали практически, наверное, все подписчики канала Молодая Ферма. Оно должно было выйти еще, конечно, полгода назад, но в связи с ограниченностью времени и желанием сохранить хронологический порядок тех видео, что я уже выложил, оно выходит именно сейчас. Для начала давайте немного вернемся назад. Это где-то был, наверное, месяц август. Нам привезли зерно. Очень много. Нам привезли сначала пшеницу. Три тонн. Сколько мы брали? По-моему, три тонны мы брали пшеницы. Три с половиной. А, три с половиной тонны пшеницы. Вот, мы его, значит, все упаковали, все перевезли. В это... Прико уточнение, зерно нам привозили фуражом, то есть его прям рассыпью, а мы его, в связи с тем, что у нас нет помещения для хранения зерна, мы его оперативно пересыпали в мешки и, соответственно, хранили в мешках. Все это надо было делать быстро, потому что погода в конце лета была крайне непредсказуемая, не надо нюхать полотенце. Вот. И мы управились, наверное, дня за два, за три. Потому что тоже там много всякого было, ну и плюс мне было лень за раз все это делать. Это физически очень тяжело столько перетаскать, потому что нам еще привезли пять тонн ячменя. Нет, пять тонн ячменя нам потом привезли. Через неделю почти. Ну, там праздница была не неделю, а несколько дней. И то есть это все нужно загрузить, это нужно все перенести. Ну и, Алексей, у нас один мужчина, мы физически не сможем, мы только так подсыпать, чтобы помочь. Вот. Ко всему при этом у нас тут еще был как раз сбор урожая, то есть у нас тут яблоки пошли вообще прям, ну, просто на них на голову. Если там ходить, они на голову падают, пришибут. Ну, так вот, значит, там у нас была и переработка, мы соков наделывали, и потом нам, значит, привозят ячмень. Четыре, я взял четыре тонны, ну, на видео это есть, сейчас я его включу, в этот момент оно должно быть. Дорогие друзья, совсем-совсем забыл записать видео того, как к нам приехал ячмень. Мы закупили вот такой вот очень чистый, хороший ячмень. Знаете, поскольку мы его купили, ну, это не все, потому что все остальное там, пришлось все вот этот мусор в сторону сдвигать и укладывать. Вот это вот лежит ячмень, и маленько туда еще, вот это свежая пшеница, вот там вот пшеница прошлогодняя и горох прошлогодний. Вот, значит, горох будем, вот эти вот прошлогодние корма сейчас будут дробиться в первую очередь, а это уже будем, ну, соответственно, пользуясь, так как оно свежее. Вот, прокидываю между рядьями вот такую штуку, очень хорошо помогает, не реклама, ну, хоть как хотите, реклама, не реклама, без разницы у меня. Вот, помогает очень хорошо, вот тут когда разбирал, вот эти вот, потому что они лежали на вот этом месте, и я их разбирал вот сюда, чтобы поближе их таскать было удобнее. Вот, очень много маленьких трупиков, крыс нету, крыс нету, но мышей штук, наверное, 8 нашел трупиков, засохших, мумифицированных уже. Но мешки, конечно, все равно были погрызаны, вот здесь вот дырку вот так вот падлы прогрызли в горохе, а здесь просто стяжка разошлась. Но, в общем и целом, благодаря, сохранилось неплохо. Тут, ну, это уже, думаю, от старости мешок. Так вот, не помню, сказал я или нет, но ячмень нам обошелся за тонну 7, ой, за килограмм 7 рублей. 7 тысяч за тонну. Он сухой, просушенный уже. Мусора в нем минимум, прям вот минимум. Это не зерноотход, это чистый ячмень. Как сказал, мы брали его вот у нас тут на зернотоке. Их не видно за деревьями. Вот, как мне сказали, это высокобелковый, высокопротеиновый или высок... Ну, то же самое, в принципе, ячмень, у него 12%. А так как у нас начинается... Ну, показывали по прогнозу погоду дожди. 29 августа у нас показывали по прогнозу дожди. Ну, там, 29-го, 30-го. И он у них лежал на улице. Ну, видимо, они его просушили и убрали. Высыпали на улице под открытым небом. То они его продавали, грубо говоря, с земли по 7 рублей. С 30-го числа, то есть завтра, они уже его будут грузить. Они уже его отгрузят весь в ангары. И он уже будет стоить по 12 рублей. Поэтому я успел. 4,5 тонны. Вот осталось дождаться гороха. К сожалению, большие мешки погрузить найти не удалось. Нашел вот такие вот маленькие 25-килограммовые мешочки. В них хоть и влезает там килограмм где-то 17-18. Ну, можно там 19 максимум запихнуть. Но зато по 6 рублей. Те вчера по 5 были очень большие. А большие, бэушные, они у меня уже кончились. Ну, обычные, стандартные 50-килограммовые. Бэушные стоили 25, а новые 35. Так я посчитал. Прикинул. И думаю, зачем мне большие, если я могу легко пересыпать в маленькие. К тому же даже вот при такой набивке. Вот, кстати, да, вот смотрите. Вот такая вот набивка. Я засыпал в обычный 50-килограммовый мешок. И там не хватало на вязочку. То есть здесь, наверное, ну, больше, короче. Мешков получилось больше, но и набилось у них больше. Плюс таскать их проще, так как я один. Все-таки их, наверное, таскаю. Катю я по естественным причинам не могу заставить таскать. То их достаточно удобно. Бац-бац, два закинул в тележку и поехал. Вот, но, кстати, конечно, их зато получается больше в объеме, в количественных штуках. Вот, ну что ж, буду продолжать, потому что у нас вроде как по погоде натягивает какую-то непонятную фигамотину. Будем убирать. Плюс у нас все сейчас приедут новые постояльцы. Какие вы узнаете? Ну, вы уже, наверное, в этом видео тоже узнаете, а может быть и в следующем. Ну, в общем, пошел я работать. И, соответственно, в этот же день, только вечером, к нам должны были приехать наши новые постояльцы. И, собственно, они приехали, но давайте мы вам маленечко расскажем... Расскажем предысторию. Да, расскажем предысторию вообще, почему, как и зачем мы это все дело купили. Итак, начнем с 2021 года, правильно? Мы купили нашу первую корову, чернуху. В 2021 году мы ее купили. Мы как переехали, мы через месяц ее купили. Это была наша первая здесь корова. Корова была зашуганная, затюканная, маленько неадекватная. Маленькое уточнение корова, в общем и целом, по характеристикам, была неплохая. Удой хороший. Она была у нас четвертым отелом, по-моему. Мы ее купили после отела сразу, покрывали ее сами. Но характер у нее был сложный. И она нам нервов попортила из ряда. Кровушки она попила, она любила легаться. Хоть и кличка у нее была чернуха, но по факту мы называли ее грязнуха. Потому что в нашем тогда еще, в таком плохом сарае, она любила навалить и лечь прямо в это дело. И, соответственно, там вся грязная была. Мы ее маленько переименовали в грязнуху. И, собственно, время шло. Она потом отелилась еще разок. Это был, наверное, июнь, да? Ой, июль был месяц. Да, она отелилась в июле. В общем-то, покрылась она у нас с первого раза. Все хорошо. Но как-то не ко двору нам пришлось. Животное... Мы теленка продали, потому что у нас не было на тот момент... У нас был большой ремонт. Нам его вселить было некуда. Поэтому мы его там две недели продержали и продали. Вот. И мы стали... Как бы, собственно, мысли-то о том, что покупать какую-то такую корову... Прям вот, ну, что вот давай прям все, завтра ем к вам. Нет. Мы думали о том, чтобы, ну, было бы неплохо, конечно, где-нибудь через годик приобрести какую-нибудь там породистую корову. Вот. Хотя сейчас вот я так говорю и прям вот дико мне я... Чтобы... Кто мне скажи пять лет назад, что я буду искать породистую корову? Я бы никогда не поверил. Вот. И... Маленькое уточнение еще. Наверное, толчком всему этому послужило мое обучение на сыры. Потому что я когда отучилась на сыры, я прям загорелась породой джерси. На тот момент я стала общаться с Оксаной, вот с каналом Молодая Ферма. Это Даша Мамы, как вы все знаете. Мы стали с ней переписываться, общаться. И я прям с открытым ртом смотрела на их содержание, их животных. И прям мечтала, думаю, господи, вот бы нам так же предпрести таких же замечательных животных, хороших и все такое. Ну вот, то есть по поводу джерси, по поводу того, что мы хотели бы, конечно, если есть возможность купить джерси, мы определились уже давно, потому что это нужно. Было в первую очередь для переработки. А эширку мы бы не осилили, наверное. Потому что опыт у нас особо небольшой, а не коровы высокоудойные, поэтому мы пока бы не рискнули. Ну и плюс, мы пока что не располагаем оборудованием для того, чтобы перерабатывать такое большое количество молока. А даже если исключить, что его переработка у нас нету столько клиентов, потому что пока что мы молоко продаем исключительно по деревне. Вот, ну значит дальше идем. И в какой-то из дней, это было, наверное, где-то, когда они, это было, наверное, где-то начало, середина августа была. Потому что Лена с Володей уже, по-моему, уехали. Да, у нас гости наши уехали. Милуша отелилась, по-моему, 31 июля. И буквально на первых числах августа вот у Оксаны выходит видео, у Даши, ну, у них на канале о том, что они продают Милу. И я сразу с выпученными глазами, как только посмотрев это видео, бегу скорее к Алексею и говорю, Леша, все, мы продаем. Нет, дома был примерно такой разговор. Леша, ты только не ругайся. Давай подумай, ты только подумай. Ну, и дальше она рассказывает, что... Дальше было то, что я говорю, Леша, все, мы продаем нашу чернуху, покупаем Милку без вариантов. Я говорю, я готова продать их двух, но купить вот этих. Ну, Алексей, конечно, посмеялся надо мной, зная мою заполошенность. Да, у Кати есть такой внутренний хомяк, она любит запасаться. Конечно, вариант был замечательный. Ну, все-таки корова породистая, помимо того, что у нее молоко жирное, она молодая корова, не старая. И мы точно знаем, что эти люди порядочные и продадут нам хорошую скотину, потому что, знаете, это очень важно, очень важно знать, у кого ты берешь. Потому что хорошую скотину с рук купить, а скота в мешке, это очень сложно. У нас вот даже, ну, есть вот такие люди, да, про которых мы знаем, которые у них там и больные животные содержатся, да, и они, то есть, продают их. Ну, то есть, это, конечно, ужас, потому что, знаете, вот, свое здоровье дороже, нужно брать скотину у проверенных именно людей. Да, да. Вот, соответственно, у меня возник вопрос, а что мы будем делать с тремя коровами? Потому что лето, жара, ладно, это дело было бы где-то в октябре, в ноябре, когда на улице уже, там, ну, как в холодильнике можно было молоко вынести, и пусть оно стоит там, да, а тут все-таки три коровы, две только что отелились, у нас куча молока просто предвидится, если мы берем третью. И, соответственно, у нас, ну, давай вот это вот все обговаривать, потому что, ну, опять же говорю, это все равно тут еще полный огород всего это все собирать. Это, получается, три коровы, соответственно, это больше сена надо, ну, соответственно, расходы увеличиваются. Ну, и мы с Катей посидели, подумали, подумали и решили, что, ну, раз мы тогда берем хорошую корову, то мы тогда продадим нашу чернуху. Выставили объявление, мы уже все, мы уже договорились к тому моменту, что мы берем, по цене, конечно, на тот момент нам пришлось влезть и в долги, чтобы взять эту корову, но мы их перекрыли в итоге тем, что потом чернуху все-таки продали, мы часть перекрыли, часть потом потихоньку еще со временем отдали. Отдали же, да? Да, но мы, в общем-то, это все быстро, потому что у нас еще были свои накопления небольшие, поэтому, в общем-то... Ну, да, ну, ладно, значит, мы выставляем объявление, народ звонит, народ пишет, но никто особо не приезжает. А наша породистая корова уже все, она уже лыжа навострела, уже готовится прям ехать. Мы начинаем искать, значит, как ее думать, ее как привезти сюда, потому что, в общем-то, можно было бы и на грузовике, я мог бы в своем, ну, если прям вот совсем-совсем не на чем, можно было попробовать и на грузовике ее привезти, там их привязать аккуратненько, теленка мы бы закинули в салон, а корову бы там привязали бы и, ну, доехали бы потихоньку, доехали. Вот, значит, находим одного каневоза, вроде все, согласен, по цене нас устраивает, и здесь нам Оксана связывается с Катей и говорят, что... То есть здесь опять несу свое уточнение, то есть мы поговорили с Оксаной, Оксана говорит, что у них есть знакомые, у которых есть каневоз, и они, в общем-то, готовы нам сами ее привезти, то есть получается, что корову на каневозе нам привез Дмитрий, то есть муж Оксаны, отец Дарьи, мы были очень рады. Да, нам не нужно, потому что нам было, ну, это не посылку какую-то отправить там, да, за 5000, это нам бы самим пришлось ехать в Тверь, сопровождать ее, потому что, ну... А это 400 километров на секундочку в одну сторону и в одну... Ну, короче, убей весь день, вот, и, соответственно, мы были, ну, рады, в принципе, какая разница нам, кому платить за транспортировку, вообще нам было без разницы, абсолютно. Нам сначала приехала Милка, и мы, получается, здесь, наверное, недели две... Да, у нас стояло три коровы. У нас стояло три коровы, и мы просто, вообще, мы захлебывались в этом молоке. Молочки, реки, киселки. Да, конечно, может быть, вот, молодой ферме не понятны, скажут, что, господи, подумаешь, три коровы, что такое у нас там, девять их, или там сколько, шесть там стоят. Вот мы, кстати, с Оксаной разговаривали на эту тему, ну, да, это она говорила, когда у них появилась бусь, они тоже переживали сразу столько молока. Но, в общем-то, мы справились, и молоко сходилось. Ну, ты извини, у нас сколько мы творога заморозили у нас этой переработки, у меня порося... У меня бык... Вот, у меня бычара, спустя, там, наверное, неделю, он просто воду не воспринимал. Если ему приносить воду, он его просто разливал и не пил, пока ты не принесёшь ему сыворотки. Потому что её было просто валом, у нас переработка была через день, холодильник весь забитый молоком, потому что, я говорю, уже на улице ещё всё равно плюс двадцать, там, это день, и оно к вечеру уже испортится. И ещё, как назло, как назло, летом, когда народу было много, у нас молока было немного. У нас одна корова была вот в запуске, нам самим тут не хватало, у нас тут как раз, получается, вот у меня сестра приехала, мы даже, ну, грубо говоря, толком-то не могли их всякими маслом, ну, творог, сметану, там, пару раз, наверное, всё получилось сделать, да, как хотелось бы, вот. А только все у нас разъехались, только в деревне народ разъехался весь в школу, кому чё, куда, и у нас было ковалом, а его никому нафиг не надо. Ну, как бы у нас по стоянке, которые есть, но мы могли бы, грубо говоря, по две банки каждому в день привозить, вот, не без напряга особого, а тут его просто куча этого молока. Ну, мы активно включились в переработку, в общем-то, у нас ничего не пропало, мы всё и продали, и себе заказали. Ну, маслом наделали. Ну, то есть, в общем и целом было... Было тяжело, но мы справились. Вот. И когда у нас в итоге всё-таки чернуху купили, я прям вообще выдохнул, потому что у меня тут и стройка ещё надо заканчивать, тут же это переработка через день до каждый день, а Кате тяжело идти в кастрюле все таскать каждый день. Ладно, там, если раз в неделю его подняла, как бы, то это не... А когда ты это каждый день, каждый день, каждый день, то это всё-таки женщине тяжело делать. В итоге это всё ложится на меня, и у меня тут вообще, короче, кошмар, а ещё, ну, вообще, прям вот так вот делал. В итоге, когда мы чернуху продали, я прям вообще выдохнул, прям расслабился. Плюс ещё у Милки не так много молока, если у Чернухи там было литров 18 в день, она нам выдавала. Чернухи у нас ещё малышка ещё пила молоко. Да, там ещё Ласка пила молоко, мы Телёночка назвали Ласка, кстати. Вот. То там молока выходило, я прям вообще, я ходил, о господи, говорю, как хорошо, что молока мало стало. Вот. И получается вот, вот так вот мы, ну, так вот мы её, и вот так вот получилось, что у нас мы обменяли коров. И сейчас у нас всё хорошо. Я бы с удовольствием, конечно, друзья, я бы подставил видео, как сейчас корова себя чувствует в сарае, в новом. Но хочется всё равно сохранить интригу. Хронометраж видео, чтобы всё-всё-всё было именно то, как мы всё делали. То есть, если я вам сейчас покажу, то вам потом будет просто неинтересно смотреть, как мы всё это делали. Обязательно в следующем, последнее уже видео будет, мы вообще всё соберём, что у нас осталось. Там выйдет, наверное, ну большой ролик будет, минут на 30, минут на 40, наверное, где-то так будет. Мы его разобьём, наверное, на несколько частей, чтобы удобнее было. Ну, мы подумаем, подумаем. Но там осталось немножко, это всё будет сухонько, сжато. Вот. Вы знаете, хотелось бы добавить, ещё внести уточнение о том, что это всё произошло настолько быстро, что мы даже не поняли. Потому что я говорю, я столько времени смотрела и думала, вот бы нам такую коровку. И тут, бац, буквально за месяц к нам приезжает Мила, да ещё и с тёлочкой. И, в общем, моему счастью, честно, не было предела. Так что я очень рада. Вот, ну и, соответственно, мы, когда вот всё, она к нам приехала, самое интересное, это он мне рассказал, забыл, склероз-то, он же дело тонкое. Вот, приезжает, значит, Дмитрий приезжает к нам, мы уже всё готовы, у нас там, мы это место ей уже выгнали, у нас уехал бык и одна тёлка у нас уехали на ПМЖ на улицу. Ну, мы уже всё готовы, там, и почистили, и сено насыпали, и всё-всё-всё, они, значит, приезжают. А я же никогда, мы когда ту корову приезжали, привезли первую нашу корову, она спокойно, никуда не бежать, ничего. Она вышла без рывков, сразу направилась, поэтому... А у тебя видео-то есть, как она убежала? Ну, там, есть видео, где она бегает по полям. Ну ладно, ну ты сейчас нам скажешь, а я-то думала, есть сам факт, ну, момент, когда она убежала. Не, вот. И мы, значит, такие с Дмитрием тоже сидя, сам открою, никто не догадался, ни один не догадался её привязать потихоньку, там как-то что-то сделать. Не, а мы, значит, ворота открываем, её отвязываем, и только её увидели, пятки её. И по полям, она туда, к соседям. А ещё хорошо, что убрали уже, пшеницу тут всё убрали, потому что она там, давай потом по полям шастать. Я стою и думаю, как мы тебя теперь полтонны будем загонять-то обратно? Она вообще не хочет домой идти. То есть, ну, она твоё, ты за ней идёшь, а она и от тебя, как будто, я не знаю, как будто мы не охотимся. Дмитрий, она не меня, меня, понятно, не воспринимает. Она даже Дмитрия не воспринимает никак. То есть, он к ней, она, от него, может, если бы Даша была, может быть, она бы как-то там смогла что-то. Дмитрий тоже, если честно, очень сильно расстроился, потому что никто вообще не ожидал такой реакции. Мы потом тоже сколько это обсуждали. Ну, наверное, из-за того, что, во-первых, большая дорога, те же люди, была. Во-вторых, то, что Мила, птичка вольная, она привыкла ходить в электропастухе, и на цепи она никогда не ходила. А тут верёвка, её кто-то тащит, что-то от неё хотят. То есть, бедная корова просто. Она тут и сама, грубо говоря, испугалась, и ребят перепугала, да, и Дмитрия, и Алексея моего. В общем, приключений было предостаточно. Да. Наши новые постояльцы приехали. Они должны появиться уже на этом повороте с минуты на минуту. Ожидаем. Я уже видел, машина подъехала по основной дороге. Сейчас, сейчас должны появиться. Ну, где же вы, коровки, коровки, коровки? Едет. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Здравствуйте. Так, вы вперёд маленько туда проезжайте. И... она пустая. Да, кто-то писал. Оооо, мои хорошие. Ругаетесь. Здравствуйте. Здравствуйте. Не курил даже, и выходил в туалет. Очень рада вас видеть. Конечно. Берр, не останавливайся. Так, у тебя там всё готово? Ну, в общем, и целом. У нас, короче, всё в стройке тут. Ну, кому рассказывайте. Да, кому рассказывать у нас ещё не прекращается. Лёх, что, давай смотреть. Да, поэтому там смотреть просто страшно. Да, у всех так, что вы знаете. Ну, бедная. Када, а чё? Так, по-нормальности? Тут пробки по Москве, да? Ну, в Москве-то да. И тут у вас сейчас ремонт дорог тоже. А, ну да, у нас Волгоград тут ремонтирует. Мы в Рязань-то по другой дороге ездим. А, девчонки, красавицы. Маленькая, наверное, голодная вся. Да, голодная. Я даже думаю, интересно, на этом не подъела, пока лежала? Пока лежит же. Может, что-то подъела. Может, и подъела. Но мы её не давали, она не должна соображать-то. Но если жрать захочет, можно всё. Ну, да. Так, они же там привязаны? Ну, большая привязана, маленькая. Ага, значит, надо... Говорят, нельзя привязать, но... Задавиться, да? Задушиться. Лови маленькую жопку. Это всё. Лёш, смотри, чтобы она не убежала. Здрасте. А что они как-нибудь сняли, что ли? На выходе, что они как-нибудь сняли? Стой, стой. Милуша, ты чё моя? Стой, стой. Стой, сейчас выпутим, сейчас. А. Сейчас, Лёша! Сейчас он, наверное, маленькую хочет забрать на руках, наверное. Я поставил, что ошейник, что ли, сняли. Я думал, что ошейник там надо было оставить. Да ладно? Подожди, приехали. Всё, всё. Не нервничай, не нервничай. Ой, красавица моя. А кто это? А у неё соронок или чайник? Нету, не ошейника. Пару-то всё есть, тёлочку. Надо вот одевать, одевай ей что-нибудь, а то она сейчас... Жо-ка, привет, Жо-ка. Ой, ты какая маленькая. Какая вкусненькая-то. Смотрите, какая маленькая. Ты где-то выпечила со страха. Сейчас ты, да я тебя кормлю, так ты ко мне, да не надо. К нам приехала Милуша и устроила она побег. Взяла и убежала. Вот где мы её теперь будем искать, я даже не знаю. Тут не видно, как они её догоняют. Но надо эту матрёшку ловить. Пойдём помогать, искать её. Мила убежала вон куда. Лёша с Дмитрием пытаются её ловить. Бегала по всему полю. Познакомилась со всеми соседями, красотка. Милушка. Вот мы корма ей насыпали немножко и пытаемся её поймать. Дмитрий пошли с Лёшей. Сейчас приведут её домой. Беглянку нашу. Милуша, ценный кадр. Убежала, значит, далеко-далеко. И ни в какую не идёт. Вот. Лёша с Дмитрием решили её привязать прямо к машине. И потихоньку её везти на машине, потому что больше никак не получается. Она ни в какую, ни в какую не хочет идти. Ни в какую. А сейчас вообще оторвалась и бомба по полю бегает. Чудо, милушка. Надеюсь, мы её поймаем. Ну, в итоге, короче, мы там с ней часа, наверное, три промудохались. Я другого слова не могу подобрать. Вот. В итоге мы тащили её на машине. Может, кто помнит в этом. Особенность национальной рыбалки там тащили корову на машине на привязи. Вот мы также эту свою придвязали. Хорошо, она там недалеко убежала. Вот. Мы её привязали. Там на морду ей намотали. На рога, на морду. Всё. Это затянули. И в итоге, как можно ближе она потом выдохлась. И мы постепенно её затащили в сарай. И вот честно, честно, я сейчас, у меня идёт, ну, через два месяца выгулянный период. И я не знаю, что с ней делать. Вот я даже не знаю, на что рассчитывать. Убежи ты или не убежи? Я думаю, что сейчас уже Мила освоилась, потому что у нас есть там малюта. А малюта, она такая большая. То есть она, мне кажется, даже чем-то на розу похожа, на её мать. Ну, только единственное, вот она тоже рогатая, малюта у нас. Рога мы не планируем убирать. И они вот друг друга как-то чувствуют. Мне кажется, что Мила воспринимает малютку как розу. И поэтому будет идти за ней. Ну, очень надеемся. У меня такие. Очень надеемся. Потому что у нас тут, когда мы сарай, ну, сделали, получается, половину сделали, её надо было перегнать, чтобы вторую половину делать. У меня где-то было видео, где она там и тоже нарезала, и её там догонял. Ну, благо она под более-менее спокойно зашла. На это потратили уже не три часа. А всё минут 30, наверное, у меня ушло на то, чтобы её загнать. И вот сейчас я, честно говоря, не знаю. Но буду надеяться, буду надеяться, что на её благоразумие, что она... Я думаю, что всё будет хорошо. Ну, в общем-то, всё и тогда закончилось благополучно. Милуша встала, потом ела комбинар. Ну, может, побегает, попрыгает. Да, этот вернётся. Вернитесь, говорит, я всё прощу. Сокол ты мой, а у бабули-то ягули кренделёчки сахарные. Вернись, я всё прощу. Вот, значит, ну, вот как-то так, друзья. Добавить, собственно, больше нечего. Хотелось бы ещё сказать о том, что мы очень рады, что мы купили коров именно там, в хозяйстве Даши, Оксаны и Дмитрия. Потому что, ну, на самом деле, и люди очень приятные, и скотина очень хорошая. Поэтому, в общем, если будете брать животных, то берите у них. Потому что я уверена, что все животные у них отличные. Во-первых, и люди какие. То есть они помогли. Дмитрий тут с нами догонял её. То есть, ну, это было очень... Мне прямо его было честно. А куда он деньцам? Ну, пока деньги не отдали же корову-то их. Мы перевели, я перевела ещё и сразу, и попозже даже не в деньгах, и далеко не в них. То есть, ну, люди очень хорошие. Мы, правда, очень благодарны им. И за помощь, и за поддержку. То, что мы до сих пор с Оксаной общаемся. У нас такие тёплые довольно отношения, что и переписываемся, и по сырам вообще. Так что мы очень счастливы, что взяли именно у них животных. Да, да, очень хорошая корова, спокойная. Да, прям ласка какая. Она вообще такая у нас... Вот действительно ласка. Вот как я не приду в сарай, она, если бы она была непривязанная, она бы, наверное, меня с ног сбила. Как собачонка, честное слово. Её вот гладь и гладь целый день. И она ещё, когда уходишь от неё, она возмущается. Чё это ты пошла к другим? Почему это ты меня не гладишь? Ну, конечно, мы очень рады. То, что это даже ничего не сказать. Да, всё-таки породистая корова есть породистая корова. Ну, может, не в плане поведения, конечно. Но в плане качества молока это совершенно другие моменты. Вот. А так, ну, с дойкой у меня вообще никаких проблем не возникает. Стоит никуда, не пинается, не легается. Даже в отличие от нашей малютки, её даже хвостом не машет. Вот. Не, пару раз прилетала мне. Пару раз прилетала. Неожиданно, прям, дико приятно. Грязно, хвостом. Лобы. Вот. А так, нет, так всё замечательно. В общем, мы очень рады. Я ещё раз повторяю, что мы взяли именно у них скотину. И ребята замечательные, канал замечательный. Поэтому только-только процветание, им всего хорошего. И если они будут ещё продавать животных, то мы тоже будем мониторить. Так что, зная меня, я думаю, что не остановимся. Мы на вот наших трёх, ну, то есть коров, двух коровках, пока там ещё тёлочки есть. Но я думаю, что если... Ну, на крайняк сами будем развивать племенное хозяйство хорошее. Ну, то есть... Мы тут нашли хорошего семинатора с качественным материалом. Который делает УЗИ. И поэтому мы будем сейчас, наверное, у нас, когда ласка подрастёт... Мы уже осеменяли уже в нашем хозяйстве. Да, уже у нас... Мы чем её осеменяли? Мы осеменяли её джерси. А, да, вот мы её джерси винили. И ласку мы тоже, когда подрастёт в августе, мы, наверное, тоже будем... Мы тоже джерси, да, Покров? Да, там как скажет осеминатор, когда уже можно, потому что он смотрит. Ну, в общем, мы очень рады. Да. Вот, на этом, друзья, всё. Спасибо за просмотр. Напишите в комментарии, как вам такой формат, когда мы вдвоём. Если понравился, ставьте лайки, пишите комментарии, рассказывайте нас, друзьям. И всего вам самого доброго. До новых встреч.